Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из первых уст и от первого лица России. Сегодня в эфире телеканала РТР Молдова первая часть нашумевшего документального фильма «Путин». В Сирии в результате ракетного обстрела боевиков погибли 37 мирных жителей. Первая жертва беспилотного транспорта будущего. В Аризоне под колесами такси без водителя впервые погиб человек. А теперь все это и многое другое подробно. Медицинские консультации в онкологическом институте должны быть бесплатными. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь в ходе визита в данное медучреждение. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь обратилась к руководству института онкологии с просьбой исключить платные медицинские консультации. Об этом она заявила в ходе визита в онкобольницу. Целью посещения медучреждения была проверка на предмет платных консультаций и обследований. Основанием для этого послужили опубликованные гражданами в социальных сетях сообщения о том, что в онкологическом институте за медицинские услуги взимают незаконную плату. В этой связи министр посетила одно из отделений больницы, где обсудила с пациентами качество предоставляемых медицинских услуг, а также проблемы, с которыми они сталкиваются в учреждении. По данным Министерства здравоохранения, пациенты выразили удовлетворенность качеством лечения. Однако отметили необходимость ремонта отделений, оснащения их новой мебелью и современным медицинским оборудованием. В свою очередь, Светлана Чеботарь заверила пациентов, что министерство прилагает все усилия для того, чтобы онкологический институт обладал всеми необходимыми условиями для лечения пациентов с помощью самых передовых методов. Отметим, что по данным статистики, в Республике Молдова онкологическими заболеваниями страдают около 50 тысяч человек. Тем временем, самая высокая зарплата в сфере здравоохранения доходит до 7,5 тысяч лев. По данным исследования сайта Санитати.Инфо, речь идет о специалистах, занимающихся пересадкой человеческих органов. В то же время, самые низкие заработные платы у санитаров. Получают они от 2 до 2,5 тысяч леев. На сайте уточняется, что с 1 апреля зарплаты медиков возрастут в среднем на 3,7%. Семейные врачи, обладающие стажем до 10 лет, будут получать чуть более 5 тысяч леев, а специалисты с 10-20-летним стажем чуть более 5,5 тысяч леев. В то время, как врачи со стажем более 20 лет, примерно 6 тысяч леев. А вот зарплата хирургов, эндоскопистов, анестезиологов и реаниматологов составит от 5 до 6 тысяч леев. Зарплата медсестер при этом составит от 3,5 до 4 тысяч леев. Обязательно или добровольно? Что больше дисциплинирует молодых людей Молдовы? Обязательная военная служба, либо армия на контрактной основе? Мнения жителей столетия на этот счет разделились. В то время, как более старшие поколения утверждают, что молодежь должна в обязательном порядке вступать в армию, молодые люди веряют обратное. А армия, по их словам, пустая трата времени. Обязательная военная служба – неотъемлемая часть пути становления мужчиной. Такого мнения придерживаются представители старшего поколения, которые не понаслышке знают, что такое армия. Обязательно. Потом все скажут спасибо за армию, как и мы все, кто служил. Потому что армия воспитывает человека. Посмотрите, что строится в троллейбусах. Молодежь, никто не вступает в место. Почему? Потому что их никто не воспитывает. Ну, как для мужчины, конечно, важно. Но армия должна быть армией. Однако большинство граждан склоняются к мысли, что служба в Молдавской армии должна проходить на контрактной основе. В настоящее время армия далеко не эффективна. А все потому, что молодые люди не интересуются тем, чтобы внести свой вклад в ее развитие. Армия должна быть профессиональной, во всяком случае. И имея в виду, что последние годы творилось, то есть маленькое количество людей, молодых, которые постоянно служили, то, думаю, нужно перейти на контрактную основу. Армия сейчас не так важна. Мужчины могут развиваться и другими путями, а не только через армию. При этом некоторые из тех, кто выступает за военную службу на контрактной основе, считают, что армия более чем желательна для молодых людей. Нужно. Все. Почему это нужно? Знаете, я просто искажу из собственного опыта. Пожалуйста. Это было 30 лет назад, поэтому я знаю, что это такое. Отметим, с инициативой отказаться от обязательной службы в армии выступила накануне Демократическая партия. В политформировании объяснили это решение тем, что у призывников нет возможности получить должную подготовку, а условия проживания на время несения воинской службы не самые лучшие. Позже в Министерстве обороны сообщили о скором завершении плана действий по повышению профессионализма молдавской армии, который предусматривает постепенный отказ от обязательной военной службы. За отмену обязательного призыва высказался и бывший министр обороны Виталий Маринутца. Он уточнил, что правительство должно быть готовым обеспечить бюджет для армии в размере не менее 1% от ВВП. Новые автомобили для оперативной и эффективной работы полицейских. Отдел Уголовного преследования Генерального инспектората полиции получил 42 новых автомобиля. Их распределят по районным отделениям ведомства. Машины были выделены Евросоюзом в рамках реформы полиции на 2017-2020 года. Новые автомобили повысят эффективность работы полиции и сократят время прибытия на место преступления. Всего в районные подразделения отдела уголовного преследования Генерального инспектората полиции были распределены 42 машины одной румынской марки. Это еще один шаг к усовершенствованию услуг полиции. Самое важное – это то, что все эти автомобили будут работать в территориях. Генеральный инспекторат полиции будет пользоваться этими автомобилями при уголовном преследовании. До сегодняшнего дня в отделе уголовного преследования «Еловень» не было ни одного автомобиля. Теперь он будет. И я считаю, что автомобиль – это полезное приобретение, потому что работа полиции часто требует оперативности. Машина предполагает быструю реакцию и сокращение времени, за которое полицейский может доехать до гражданина, попавшего в беду. Наша работа была и прежде эффективной, но отдел расследования в Теленешть не располагал машиной, что, конечно, мешало работе. Автомобили были предоставлены Генеральному инспекторату полиции Евросоюзом в рамках реформы полиции на 2017-2020 годы. Все это является небольшим успехом и небольшим прогрессом. Так завершаются некоторые действия, предусмотренные в ряде пунктов соглашения о финансировании или соглашения об ассоциации с ЕС. Внедрение полноценной и долгосрочной реформы полиции занимает определенное время. Консолидирование реформы и доведение ее до успеха длится более года. Молдова в этом плане не исключение. Сейчас мы находимся в процессе отбора партнеров среди стран-членов Евросоюза, которые готовы будут поддержать своих коллег из Молдовы во внедрение реформы. Отметим, соглашение о внедрении реформы полиции было подписано в декабре 2016 года и продлится до 2020 года. На эти цели Евросоюз выделил финансовую поддержку в размере 57 миллионов евро. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Партия ШОР выдвинула своего кандидата на выборы в столице. Им стала вице-мэр города Архея Регина Апостолова. Представляя ее сегодня на брифинге, лидер политформирования Илон ШОР подчеркнул, главные качества своего заместителя – это опыт и профессионализм. Несколько лет Регина Апостолова занимала должность претера, а потому хорошо знает специфику городского хозяйства. Кишинел нужен не политик, а хозяйственник. Этого один голос твердят и горожане, и сами претенденты на должность градоначальника. Именно такой кандидат от партии ШОР и поборется за кресло столичного мэра. Безусловно, Регина Владимировна не одна. У нее есть команда. Команда партии. Команда людей, которые сумели реально показать на практике, чего мы стоим. Команда, которая сумела достичь результата. Команда, которую и вправду можно назвать командой. Регина Апостолова 25 лет. Руководила одной из столичных школ. Возглавляла притуру сектора Рыжкань, а сегодня отвечает за развитие инфраструктуры в городе Архей. Она хорошо знает специфику городского хозяйства и уверена, что проблемы столицы ничем не отличаются от тех, что два с половиной года назад существовали в Архей. Жители Кишино также хотят хороших дорог, чистых улиц, благоустроенных детских площадок и соответствующих зарплатам коммунальных платежей. Когда примар Илон Шор своей командой пришел в Аргеев, а я являюсь частью этой команды, мы выполнили те наказы, которые нам давали горожане. И мы доказали в Аргееве, что можно быстро, оперативно решать проблемы наших людей. За все предвыборные обещания кандидата партии Шор ее лидер заявил, что несет личную ответственность. Если буду избран мэром муниципия Кишинел, то не буду стремиться в депутаты. Такое заявление прозвучало со стороны кандидата от либеральной партии на должность мэра столицы Валерию Мунтиану. Также он отметил, что намерен занять пост городначальника не на один год. Кандидат от либеральной партии на должность мэра столицы Валерию Мунтяну утверждает, что если займет пост примара муниципия Кишинел, то не станет стремиться в кресло депутата после парламентских выборов этой осенью. Такое заявление прозвучало в рамках программы на одном из частных телеканалов. Также он отметил, что намерен прийти в мэрию не на один год. «Я останусь с ровным до тех пор, пока буду иметь поддержку избирателей и жителей муниципия Кишинел и до тех пор, пока мы будем в состоянии двигать ситуацию вперед. Заявляю это со всей ответственностью». Сказал Валерию Мунтяну. Также кандидат ЛП подчеркнул, что никогда в Кишинел во второй тур выборов не попадали два кандидата левого фланга, имея в виду кандидат от ПСРМ Иона Чибана и Сильвию Раду. Последняя, как считает Мунтяну, является кандидатом левого толка при поддержке ДПМ. Отметим, что Сильвия Раду свое решение об участии в выборах пока не озвучила. А демократическая партия, в свою очередь, заявила, что поддержит единого проевропейского кандидата. Напомним, выборы градоначальника столицы состоятся 20 мая. Тем временем стало известно еще одно имя кандидата на пост мэра столицы. Так, о своем участии в местных выборах заявил председатель партии «Демократия дома» Василий Костюк, также известный как мэр палаточного городка, разбитого на площади Великого национального собрания во время антиправительственных акций осени 2015 года. Костюк сообщил одному из местных информационных порталов о том, что у него уже подготовлены все необходимые документы, которые он подаст Центральную избирательную комиссию, как только начнется регистрация кандидатов. Лидер партии «Демократия дома» считает, что столичную мэрию необходимо полностью реорганизовать и ликвидировать убыточные предприятия. Свои шансы на успех он оценивает как высокие. Также Костюк отметил, что помогал бывшему мэру Кишинео Дарину Киртака в кампаниях 2005 и 2007 годов. Между тем, исполняющий обязанности мэра Сильвия Раду намерена проверить, чистят ли экономические агенты от снега улицы в периметре своих зданий. Об этом в Рио градоначальника сообщил на своей странице в социальных сетях. Инспекция началась сегодня во всех секторах города. Также Раду сообщила, что сегодня муниципальные службы начали чистить второстепенные дороги и дворы. В этих целях задействованы 40 единиц спецтехники и 500 работников муниципального управления ЖКХ. А всего в городе работает 16 единиц спецтехники муниципального предприятия «Эксдруппа». А вот в городе Археи после обильных снегопадов не осталось ни одной нерасчищенной улицы и даже двора. Все эти дни службы ЖКХ трудились в режиме нон-стоп, что называется сработано оперативно. Помогала им в этом современная снегоуборочная техника. В этом году мэрия закупила вдвое больше единиц. Тему продолжит Ольга Гриненко. Власти Археи зима врасплох не застала. Третий год подряд в снегопад город патрулирует вереница спецтехники. Грейдеры машины с механизированными щетками, а еще компактные погрузчики. Эти маленькие, но мощные агрегаты ловко справляются со своей задачей. В этом году мэрия Архей удвоила парк снегоуборочных машин. А еще появились вот такие ручные агрегаты. Они чистят снег там, где техника не пройдет. На сегодняшний день работает 21 единица техники, из которых 5 – это грейдеры, 6 – это бабкаты. Закуплены новые абсолютно японские машиночки для уборки тротуаров, когда рыхлый снег. Ну и вся остальная техника, которая имеется в ЖКХ. Впервые за много лет снег убирают даже во дворах. Жильцам многоэтажек больше не приходится орудовать лопатами. Теперь за них работает спецтехника. Чистит дорожки, игровые площадки, автостоянки. В Архей дворов порядка 60, но в обильный снегопад все силы направлены на главные артерии. Конечно же, в первую очередь уборка города в ночное время начинается с маршрутов, в которых идет городской транспорт. Кроме того, подъезды к больницам, школам, детским садам, то есть к тем учреждениям, где, естественно, в первую очередь утром приходят жители города Архея. Хорошо работают. Раньше такого не было. Много тракторов есть, машины чистят по городу. Техники много, потому что во всех районах везде чистят. Я живу в основном возле стадиона, но у нас посыпается. Очень довольным. В этом году запасов соли и песка для посыпки улиц Архей вдвое больше. Еще две тонны суперэффективного реагента мэрия получила от спонсора. По данным местной полиции, за последние дни в городе не зафиксировано ни одного серьезного ДТП. Россия заинтересована в развитии хорошего и конструктивного диалога с Молдовой. Тем более, что прошлый год оказался непростым для молодо-российских отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин о встрече с российскими соотечественниками, проживающими в Молдове. Встреча состоялась накануне в Российском центре науки и культуры. Помимо встреч с молдавскими официальными лицами, уже проведенными в рамках рабочего визита в Кишинел, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин нашел время встретиться и с руководителями организации, которые представляют интересы российских соотечественников, проживающих в Молдове. Встреча прошла в Российском центре науки и культуры при участии посла России в Молдове Фарита Мухамедшина. Одной из главных тем встречи стало будущее молдороссийских отношений. Спасибо, что вы откликнулись на приглашение, пришли сегодня. Я хотел бы послушать и вас, и прежде всего поблагодарить за ту большую работу, которую вы все проделали в связи с состоявшимися буквально два дня назад выборами президента Российской Федерации. И результаты впечатляют, и количество проголосовавших впечатляет. Больше 80 тысяч человек, это, в общем, беспрецедентная цифра. В общей итоге, вы правильно сказали, более 80 тысяч избирателей пришли на выборы. И средний процент на соотношение, если сумишься в учебной, в общей избирательной участке 95,7%. Есть участки чуть поменьше, 94 с хвостиком, есть побольше 97 с хвостиком. На среднем, вот, и на обоих берегах явка была очень активная. Россия заинтересована в развитии хороших, взаимовыгодных отношений с Молдовой. Такой посыл красной нитью пронизывал уже прошедшие переговоры заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина с главой МИДЭИ Молдовы Тудором Ульяновски, с президентом Молдовы Игорем Дадоном, а также состоявшиеся сегодня переговоры с премьер-министром Павлом Филиппом. Хочу еще раз вас заверить, что мы, мы в Москве, в Российской Федерации стремимся к тому, чтобы отношения с Молдавией были активными, полнокровными, чтобы в них не было тени каких-то подозрений или недовольства ни с одной из сторон. Этому посвящены все беседы. Глава внешнеполитического ведомства России также напомнил, что в конце октября, начале ноября в Москве пройдет внеочередной Всемирный конгресс соотечественников и призвал участников встречи начать подготовку к этому мероприятию. Все больше граждан вступают в партию ШОР. Так, накануне членами стали еще 266 человек из столичного сектора Ботаника. В рамках территориальной конференции они получили свои партбилеты, а также ознакомились с новыми проектами политформирования. Накануне в столичном секторе Ботаника прошла очередная территориальная конференция партии ШОР, в рамках которой ряды партии снова пополнились. Было вручено 266 партбилетов. Также в ходе мероприятия обсуждались актуальные политические задачи политформирования и программы, нацеленные на повышение благополучия граждан по всей стране. В частности, глава партии Илон ШОР рассказал о проекте по возобновлению колхозов. Когда впервые я заговорил о колхозах, многие засмеялись. Многие сказали, как сегодня, в 21 веке, мы возобновим колхозы. Я сказал, что все новое – это хорошо забытое старое. В первую очередь, я сказал, что до выборов я докажу, что такое колхозы, как они могут работать сегодня в рыночных отношениях в Молдове. Я докажу это до ближайших полгода, на примере конкретных нескольких сел Аргеевского района. Так как страна является сельскохозяйственной, такое решение будет эффективным и существенным для экономики страны, считает Илон ШОР. Кроме того, глава партии отметил, что необходимо возродить и молдавскую промышленность, внедрив импортозамещение. По его словам, строительство новых заводов, а также разработка специальных программ, субсидируемых государством, поможет создать рабочие места, а также резко увеличить бюджет государства. Все те, кто принял решение вступить в партию, поддерживают подобные инициативы, а также верят в то, что именно политформирование ШОР способно осуществить перемены к лучшему. Илон Миронович, он человек дела, он бизнесмен, и мы рассчитываем на то, что пора уже в Молдове кому-то начинать экономически думать. В принципе, это главное. Это партийная организация, помимо того, что принесет пользу народу, она старается благосостояние народа поднять, пенсионерам увеличить пенсии, сделать нашу жизнь достойной в Молдове. Внимание ощутили. Мы пенсионеры, сидим дома, и здесь оказывается все приятно, все радостно. На концерт пойдешь, и пойдешь в магазин, купишь по сниженным ценам. Это тоже плюс хороший, очень даже оценимый. И вот поэтому мы здесь. Что делает Илон Миронович, мы смотрим и радуемся. Не все наши большие бизнесмены стараются так вот для нас, участвовать в жизни. Во-первых, города там, во всей республике. И как ты тянешься к этому человеку, тоже хочется быть вместе. Отметим, что с начала марта партия ШОР проводит территориальные конференции партий во всех районах страны. На сегодняшний день политформирование насчитывает более 10 тысяч членов. Валентина Турова, Руслан Каунов, Вести Молдова. В Молдове 26 марта стартует государственная программа «Примакассы». Теперь молодые семьи смогут получить ипотечные кредиты на льготных условиях под государственную гарантию. Программой смогут воспользоваться граждане Молдовы в возрасте до 45 лет, который работает в государственном или частном секторе и соответствует ее условиям. Министр финансов Октавиан Армашев уточнил, что на первоначальном этапе к реализации программы подключились три ведущих банка страны. Затем подключатся еще два финансовых учреждения, которые получат гарантию от государства на кредитование молодых семей, для того, чтобы они смогли приобрести свое первое жилье. Таким образом, участникам программы необходимо будет оплатить авансом только 10% стоимости жилья. При этом кредит рассчитан на 25 лет. На реализацию программы предусмотрена сумма в 1 миллиард леев. Накорми аиста. Компанию по таким названиям запустили активисты в Молдове. Данная акция призвана помочь перелетным птицам, которые из-за неблагоприятных погодных условий сейчас находятся на грани гибели. Теперь каждый желающий может принять участие в спасении пернатых от голода. Организаторы акции «Общество по охране птиц и природы» призывают сообщать о местах скопления аистов посредством социальных сетей и, если финансовые возможности позволяют, закупать несоленую рыбу для пернатых и отправляться на указанные локации. Также организаторы призывают при виде публикации подобного рода в соцсетях в меру возможности помогать другим участникам акции в осуществлении доброго дела. Принц Румынии Раду посетит Республику Молдова с 23 по 24 марта. Он встретится с официальными лицами нашей страны, а также с представителями военной академии Александр Челбун. Программа визита включает и посещение ряда населенных пунктов. На встречах с представителями местных органов государственной власти вместе с принцем Раду будут участвовать чиновники, дипломаты, среди которых и посол Румынии в Кишинео Даниил Иоаннице. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В Молдове увеличились цены на бензин. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Так, по данным ведомства, бензин «Премиум-95» подорожает на 7 банов и будет стоить 17 леев 87 банов. В то же время ведомство приняло решение уменьшить цены на дистопливо. Теперь потребители будут платить за литр дистоплива 15 леев 73 бана, что на 12 банов меньше прежней цены. Национальная ассоциация пчеловодов Республики Молдовы начала отбор пчеловодов, которые получат вертикальные улья в рамках программы, реализуемой USAID «Эффективное сельское хозяйство в Молдове». По словам авторов проекта, использование вертикальных ульев позволит пчеловодам собирать больше меда. Таким образом, со всей республики будут отобраны 25 пчеловодов, которые получат в общей сложности 2000 вертикальных ульев. Помимо передачи самих ульев, предприниматели научат эффективно управлять ими. А они, в свою очередь, расскажут другим пчеловодам о своем накопленном опыте. Стартует конкурс на занятие должности судей и председателя Высшей судебной палаты. Об этом объявил Высший совет магистратуры. Пуст председателя ВСП стал вакантным после того, как Михаил Полиолунч написал заявление об отставке, поскольку был назначен судьей в Конституционный суд и председателем КАЭС. Заявки на участие в конкурсе можно подать в течение 20 дней после публикации объявления в официальном мониторе. В соответствии с законом, председатель Высшей судебной палаты назначается на 4-летний срок. Он имеет право занимать эту должность до двух сроков подряд. По закону, председатель ВСП назначается парламентом по предложению Высшего совета магистратуры. 25 марта на площади Великого национального собрания унионистские организации отметят столетие со дня Великого объединения. Как сообщили представители Союза Альянс Столетия, приглашение об участие на мероприятии уже разосланы молдавским и румынским политикам. По данным организаторов, также в мероприятии примет участие много молодежи. Представители Союза Альянс Столетия призвали правоохранительные органы обеспечить безопасность на площади Великого национального собрания, отметив, что сама акция будет иметь мирный характер. Новый детский сад, рассчитанный на 120 мест, построен в Гагаузском селе Кангас. Это результат встречи башка на Гагаузе Ирины Влаг с заместителем главы агентства ТИКа Биролом Читин в Анкаре. Глава автономии поблагодарила за оказанную помощь, отметив, что село Кангас – одно из самых крупных населенных пунктов автономии и нуждается в строительстве нового детского сада. Кроме того, Ирина Влаг подчеркнула на встрече, что система дошкольного и доуниверситетского образования региона требует привлечения инвестиций и модернизации. Из-за сильных снегопадов власти Бухареста закроют в пятницу все образовательные учреждения муниципия. Как отметила мэр румынской столицы Габриэла Фиря, власти не хотят рисковать здоровьем детей, поэтому в пятницу свыше более 600 школ будут закрыты, в результате чего 250 тысяч школьников останутся дома. Также принято решение и о закрытии детских садов. Неблагоприятная погода сохранится и в эти дни на всей территории соседней страны. А в 10 жудесах Румынии был объявлен желтый код метеоопасности в связи с туманом и гололедом. И еще одна новость в завершении. Сегодня телеканал РТР Молдова покажет первую часть нашумевшего документального фильма «Путин». Режиссором, напомню, стал известный российский журналист и политический обозреватель Андрей Кондрашов. В основу документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова легли семь эксклюзивных интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В нем представлены малоизвестные подробности биографии президента, секреты политической кухни и шокирующая правда о событиях, изменивших ход истории. Все из первых уст и от первого лица России. На телеканале РТР Молдова первая часть фильма выйдет сегодня в 22.30, а в четверг и пятницу будет продолжение картины. Отметим, что фильм «Путин» успел уже стать хитом интернета, набрав более 35 миллионов просмотров в соцсетях. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.